О чем вам не скажет доктор? Принимая каждый день различные вещества в виде медикаментов, мы часто забываем о том, что привычная еда, употребляемая нами на завтрак или ужин, это не просто витамины, волокна или минералы, это такие же вещества, которые могут сочетаться или нет с уже принятыми веществами. 5 фактов о взаимодействии еды и медикаментов. Опасные комбинации. Вы старательно принимаете медикаменты каждый день. Но вы когда-нибудь задумывались, что сэндвич, грейпфрут или стакан молока могут ослабить действия принимаемых медикаментов или даже сделать их опасными? 1. Берегитесь грейпфрута. Популярный фрукт на завтрак взаимодействует с рядом медикаментов, включая препараты для кровяного давления, статины, препараты при ВИЧ и при трансплантации органов, говорит Чарли Твилий, фармацевт медицинского центра Бэйвью, Джонс Хопкинс Госпиталь. Виновники этого фуранокумарины – вещества, найденные в грейпфруте, которые блокируют энзимы в кишечнике, ответственные за разложение перечисленных медикаментов. Эти компоненты могут усилить действие лекарств и повысить уровень действующих веществ в крови. Если вы любите грейпфруты, посоветуйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом, безопасно ли совмещать грейпфруты с препаратами, которые вы принимаете. 2. Молочные продукты уменьшают антиинфекционное действие антибиотиков. Твилий предупреждает, что кальций в молоке и огурте-сыре, мороженом и антоцидах могут взаимодействовать с тетрациклином и тетрациклиновой группой антибиотиков, используемых для лечения бактериальных инфекций. Чтобы убедиться, что вы получаете всю возможную пользу от антибиотиков, принимайте их за час до и два часа после того, как вы съели что-либо, содержащее кальций. 3. Листовая зелень блокирует действие варфарина. Витамин, содержащийся в шпинате, колорде, листовой капусте и брокколи, может уменьшить эффективность варфарина, разжижающего кровь, используемого для предотвращения формирования сгустков крови и инсульта. Чем темнее зеленый овощ, тем больше в нем витаминок. Вы не хотите удалить зеленые овощи из вашей диеты, потому что они очень полезны, говорит Твилий. Секрет в постоянстве употребляемого количества зелени. Если вы планируете существенно изменить количество этих овощей в вашей диете, поговорите с вашим доктором или фармацевтом. 4. Говядина, красное вино и шоколад опасно смешивать с некоторыми антидепрессантами. Эти популярные ингредиенты могут быть хорошим способом расслабиться вечером, но они содержат тирамин, природную аминокислоту, которая может вызывать опасный всплеск кровяного давления при смешивании с ингибиторами моноаминоксидазы. Тирамин также содержится в обработанном мясе, авокадо и некоторых сырах. Это существенное и опасное взаимодействие, говорит Твилий. Если вы принимаете ингибиторы моноаминоксидазы при депрессии, поговорите со своим доктором или фармацевтом до употребления продуктов с тирамином. Возможно понадобится альтернативная терапия. 5. Подумайте, прежде чем раздавить медикаменты в яблочном пюре. Многие люди, испытывающие проблемы с проглатыванием таблеток, любят раздавливать их и смешивать с яблочным пюре или пудингом. Всегда уточняйте у своего доктора или фармацевта, прежде чем раздавить или разломать таблетки. Этот метод может доставить слишком большую дозу медикамента за один раз в ваш организм или изменить способ его работы, поясняет Твилий. Также имейте в виду, что некоторые медикаменты зависят от того, едите ли вы при их приеме или нет. До того, как начать прием нового препарата, уточните у своего лечащего врача или фармацевта, будет ли на него влиять еда. Они могут помочь вам составить график, который подходит для приема данного препарата и удобен для вас, считает Твилий. Даже продаваемые без рецепта препараты и добавки могут взаимодействовать с едой. Спасибо за просмотр выпуска. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии к ролику. С вами была Алиса Иванова.